Всем огромный привет! Вы на канале Виталий Плейс и это проверка самых лучших бомбовых вирусных лайфхаков из тикток и инстаграм. Поехали! Смотрим первый на сегодня лайфхак. Челик отмечает локацию в Гергополе и я думаю, что принципиально именно здесь, там где он повторять ее, он просто спамит клавишу лечь и тем самым попадает в нычку завоевателя, в которой он может отсидеться до тех пор, пока ему выгодно, а потом просто-напросто отсюда выйти и пойти набирать очки опыта. Сразу же видно, что можно вести огонь, но я думаю, что урон здесь не проходит и возможно здесь нельзя будет двигаться, хотя, как мы видим, челик вот каким-то образом продвинулся и вот даже пекает через стены, тем самым выкупая своих противников, а потом он отсюда берет и выходит. Я сначала подумал, что нельзя отсюда выйти, как оказалось возможно и это очень крутой баг в кавычках, ребят, никого не призывая его повторять. Сейчас я ее проверю только для того, чтобы показать вам рабочий он или не рабочий, короче, даже не в развлекательных, вернее, не в обучающих, а в развлекательных целях. И чтобы вас отсюда не убили, вы знали, что отсюда можно будет увидеть. Короче, я Конор и я проверю, как это работает на самом деле. Ну, для тех, кто в теме. Погнали! Ребят, вообще замечательно, мы как раз пролетаем над Гиргополем и уже, думаю, можно выпрыгивать. Спешить прыгать я не буду, упаду как-нибудь. Почему? Потому что перед началом ролика хотел бы сказать всем огромное спасибо за поддержку, за лайки, дизлайки, комментарии, критику и так далее. Потому что все, что вы делаете, помогает стать каналу только лучше, лучше и лучше. Если вы еще не подписаны на канал, обязательно подписывайтесь, в колокольчике включайте все уведомления, чтобы не пропускать все самые свежие и новые новости и видосы из мира PUBG, да и не только. И плюс, ребят, если вы нашли какой-то крутой лайфхак, ссылочку на него кидайте в комментах. Возможно, именно по вашим ссылкам я запилю следующий видос. Вот сюда, я так понимаю, падал наш автор. Но, к сожалению, на этом аккаунте такой пинг, что не знаю, получится ли. Смотрите, здесь и так без багов все багует. Давайте возьмем хотя бы какое-то оружие. Хотя бы каким-то оружием оказался Пипи Бизон. И вот здесь это все происходило. Начинаем спамить клавишу Лечь. Выкидывает. Возможно, разрабы пофиксили. Возможно, это старый баг был. Ой-ой-ой, а сейчас я выпрыгнул. Я думал, что уже на веки вечно я застрял. Домой пришел я. Это теперь мой дом. Ребят, баг рабочий. Рабочий. Двигаться здесь нельзя, к сожалению. А как же? От первого лица? Вот так это выглядит. Или можно? А! Ой-ой-ой, можно, ребят. Все, что нужно сделать, нажимаем клавишу прыжок. Но, опять-таки, это чисто не в обучающих, а в развлекательных целях, я показываю. Никого не прозываю использовать данный баг. Зато здесь реально можно двигаться. Клавишей прыжка я нажимаю, вот, и он продвигается дальше. Ну, если можно, там, канистрочку поставить и встречать типочка вот таким вот образом по канистре. Либо же взять гранаты. А прикиньте, если зона будет сюда вообще сходиться. То есть, если бы я качал сейчас завика, я бы положил планшет и пошел бы там смотреть Спанчбоба и Патрика. Потом бы досмотрел серию, вернулся и я бы был еще в зоне. Так, а для того, чтобы выйти, нам нужно выскакать просто. Погодите, а если пикать так, как автор, чтобы вообще все повторить? Нужно еще разок прыгнуть. Но вот здесь надо рассчитать, конечно, по таймингу. Чтобы полностью не выпрыгнуть. О, да, смотрите. Пикаем. По стороне это выглядит примерно вот так. Вообще никак. А в левую сторону тоже пикаем. Ну, если бы костюм был другой, вообще в Непале она была. Ребят, что могу сказать? Если честно, очень топовый баг. К сожалению, это не лайфхак, это именно баг. И я думаю, скорее всего, за него могут влепить бан. Но, если бы я знал о нем немножко раньше, я бы все равно им не пользовался. Вот такой вот первый баг, лайфхак. Идем проверять следующий. Я уверен, что канистра сейчас, конечно же, нас не убьет. Хе-хе-хе, погнали. А следующий лайфхак у нас исполняется. Вернее, даже баг в режиме Фей Винкс. Если ты не застал этот режим, ты очень-очень везучий и счастливый человек по жизни. Потому что это еще тот режим. Короче, заходит чел в кабинку Фей Винкс. Скидывает оружие. За 0,1 секунду нажимает трансформация. И таким образом базука появляется. Погнали проверим. Друзья, я думаю, этот лайфхак тоже баг, вернее, рабочий. Потому что с выходом каждого режима, если честно, я уже устал об этом говорить. Вы и сами знаете, что с выходом каждого режима нам добавляют все новые и новые и новые баги. Мне просто страшно даже подумать о том, сколько новых багов будет в обновлении 1.5. Это обновление будет самым глобальным, на мой взгляд. И, естественно, оно послано для того, чтобы сберечь своих фанатов. Уберечь, я бы даже сказал, от игры PUBG New State. Мне кажется, что слишком-слишком поздно разрабы все это сделали. Почему они смогли это сделать вот за полгода до выхода PUBG New State? Но не могли сделать на протяжении многих лет даже добавить те же стекла. Как оказалось, это все возможно, и они их добавят. Ладно, не будем затрагивать эту тему, не хочу. Давайте попробуем выполнить баг-лайфхак. Во-первых, вот этот баг меня уже очень застал с гироскопом, что нужно отключать гироскоп. Прям бесит. Заходим, нажимаем трансформация и за 0,1 секунду мы должны взять Скорель. Примерно так. Но в муху большую я превратился. А вот... Ай-яй-яй-яй. А я не вижу, осталась ли ракета или нет. Не. Очень странно. Давайте еще раз. Возможно, я в тайминг не попадаю. А возможно, баг пофиксили. Хотя, сомневаюсь. Скорее всего, это из-за меня. Трансформация. Да ладно. Пытаемся. Ну вот сейчас вообще идеально было. Вот сейчас было идеально, но не сработало. Не, нет уж. Не, нет. Давайте ближе оставим. Я не знаю. Если... Хотя, почему если? Я думаю, вот так. Угу. Вот напрягает. Ни хера себе. А что за скин на... Ну, пинг. Что за скин на пушку-то? Очень крутой. У меня такого нет на моем аккаунте. У тебя есть? Если есть, напиши пж. Пытаемся еще раз. Заходим. Нажимаем трансформация. Ждем до 0,1 секунды. А он сам взял. Это теперь... Какого хера? Я думал, что его сейчас будет все время, знаете, корюбить. Так, нажимаем трансформация. Да. Да. Но я не на 0,1. Я опоздал. Я опоздал. Вы видели сами, ребят. Уже говорю, что подтвержден. Трансформируемся назад. а у не упал вы видели там было перемотайте назад там было подобрать гранатомет это там было я просто думал что он останется он не остался но сто процентов рабочий бак сто процентов дичь почему не сработало не так то и просто поверь поймать этот тайминг это как в баги с мотоциклом когда ты в маленького человечка превращайся вообще машина просто для убийства скин бал балдежный охрененный скины на дегл скинь ты пушку но я же все делаю по видосу да напишите в коментах правильно я все делал скинул оружие подошел за 0 секунды но возможно я в тайминг не успеваю попасть а я я я я думал что опять упадет но к сожалению в мух увидите в огромную и превращаюсь упал рожок они гранатомет еще раз а ну-ка дайте чекнуть ребятки видосик на короняк это у нас следующий видос кстати только что включился следующий видос вернее следующий лайфхак будет о том кидает ли мы с бай на юсихи стоит ли покупать юсихи на сайте мидосбай и так скинул 0 1 нажал да и это ни в коем случае не реклама сайта и дозвай вообще ни в коем случае потому что я никого никогда не призываю донатить в эту игру а наоборот не хочу чтобы вы в нее донатили если вы донатить это уж только на rp только на rp ребят донатить так возможно оружие далеко то хоть и не вот она но я не понимаю все должно заработать просто тайминг момента трансформация только что было ну ну прям идеально я прям прочувствовал эту 0 1 секунды возможно из-за того что на аккаунте на этом реально пинг очень большой возможно из-за этого не получается но это рабочая тема вы сами видели что там появилась базука это не помню как она точно называется напишите в коментах пж трансформация вот видите но ежешь смотрите лежит эта базука или это просто на персонажа на вы не она летает отдельно от меня она не успела упасть точно друзья к сожалению у меня таки не получилось вот сколько попыток потратил выполнить полностью данный лайфхак но он сто процентов рабочий скриншоты я еще добавлю на экран потому что у многих он получается я не буду его пытаться повторить потому что вышли сливы если ты смотришь видео спустя года то тебе это не интересно если ты видишь видео в день выхода то ребят вышли сливы первого и второго сезона royal pass of полная поэтому я сейчас убегаю готовить данные сливы и если у тебя получится повторить данный лайфхак или банк то запустить видео где-то в тег токи или в инстаграме и отметь меня я в следующий видосик вставлю этот видос и успеваю еще быстро проверить следующий лайфхак и так дорогие друзья смотрим просто распространить это видео бабкиры всем q не донать и теперь через минус бай смотрите вот я закинул и сишки и смотрите следующее сообщение стоять 98 если было вычислено в качестве шарапса у тоже о боже ребят так как я и говорил что я не буду рекламировать этот сайт это никакая не реклама это очередной фейк из тик тока и это не бак не лайфхак а это определенно фейк из тик тока давайте перейдем в игру и там я объясню почему ребят вот сейчас я с телефона пополняю счет на планшете смотрите на почте у меня ничего нет вот почта открываю даже можем удалить все сообщения удалил все сообщения и подтверждаю оплату на этом сайте не буду уже говорить на каком чтобы вы действительно не подумали что это реклама сейчас я вам объясню почему я вообще взялся снять данный видос все у меня написала что приобретено я даже не знаю сколько я купил но минимальную какую-то сумму заплатил минимальное количество юси куда нужно выйти и да мы видим что на почту пришло сообщение за пополнение 17 секунд назад никакого другого сообщения с предупреждением о том что у меня вычтут чего-то как-то давайте еще раз по порядку это фейковый видос потому что он естественно и стек тока виде максимальное количество фейков собрано концентрация всех фейков тег токи ради просмотра view там автор еще просил распространить это видео максимально потому что снимаю деньги опять таки я категорически плохо отношусь к донату в игру никого не призываю донатить даже наоборот говорю чтобы вы не донатили в эту игру но просто так как я пользуюсь данным сервисом постоянно и уже три года практически я доначу через него там более выгодно хотя час чаще всего я доначу вот здесь через игру потому что судой намного быстрее в принципе то на то и выходит я знал что это неправда это неправдивое видео кто покупал через этот сайт напишите в комментах у вас бывали такие проблемы или нет скорее всего тот человек просто купил на каком-то стороннем сервисе и сишки из-за этого ему вылезла предупреждение у меня до сих пор ничего не пришло кроме ребят пополнения так что это пейк хоть один фейк мы разоблачили а то подтверждаем и подтверждаем друзья вот таким вот получился видос я надеюсь вы оцените его лайком подпиской на канал и также жду ваши ссылки на видосы с проверками вернись лайфхаками и багами которые нужно проверить в комментариях у меня на этом все всем спасибо за просмотр увидимся в следующих видосах всем пока ребят